Сейчас я вам покажу несколько бижутерных брошек на около жемчужную тему и тоже брошки с Алиэкспресс. Вот такая брошка с виноградом. Это искусственный жемчуг, бусинки под жемчуг. Мне очень понравилось, как аккуратненько, изящненько сделано. Каждая бусинка аккуратненько, без наплывов, без царапин. Фурнитура здесь золотистая, я не помню, была ли серебристая. Ну, то есть был ли вариант серебристой фурнитуры, мне кажется, мог бы быть вполне. Помимо жемчужинок в самой грозди здесь фионитики есть. И очень красиво сделаны эмалевые листики. И они тоже с инкрустацией фионитами. Вообще, очень хорошо сделана брошка. Вот эта лоза, аккуратненькая такая. И это не только брошка, но и кулон. То есть вот у нее есть был жесткий. Вы можете подвесить на цепочку, если захочется. Но я больше такие украшения рассматриваю именно как броши. Вот такой замок. Сердечком вроде такой называют. Она не очень маленькая. 4,5 см выходит. Вот такая брошка тоже с искусственной жемчужинкой. И солнышко. Было бы неплохо, если бы это была брошь-кулон. Но как раз таки это не брошь-кулон, это только брошь. Такой замочек. Тоже вклеенная, вот в такое вот гнездышко вклеенная, это же мчужинка. Сами лучики инкрустированы фионитами. По-моему, был также золотой вариант такого солнышка. Но мне показалось, в серебристом варианте смотрится аккуратней. Нет такого контраста жесткого между фионитами бесцветными и золотистым металлом. То есть, нет контраста между фионитами и серебристым металлом, так как есть контраст с золотистым. Вот что я хотела сказать. А сама брошь-ка очень хорошенькая. Она тоже не маленькая. Приблизительно 5,5 см по самым длинным лучам. Еще одна красота. Тоже серебристый цвет. Большущая искусственная жемчужинка. Сейчас вот мы возьмем самую большую, которую сегодня я показывала. И все равно она гораздо-гораздо меньше. Но эта же брошь-ка ей простительно. Так, в тельце паучка немножечко фионитов инкрустация. Попка тоже вклеенная у паучка. И мне понравились лапки такие длинные. И так вот прям их, как это называется, суставчики обозначены. Конечно, кто не любит насекомых, тот ни за что такое не наденет. Но я как-то к изображению насекомых, к брошкам в виде насекомых, я отношусь даже тепло. Здесь уже замочек вот такой вот, как его называют, с барашками. Так, отворачиваются, открываются. И было для кулона здесь нет. Хотя было бы прикольно тоже такого паука, как кулон надеть. И вот такая еще брошка. Это очень прелестное такое существо. Кто это? Лисичка, наверное. Или белочка? Белочка или лисичка? Глазки как у лисички. Хвост. Ну, в принципе, похоже и на то, и на другое. Кому что ближе. Здесь золотистая фурнитура, короче, под золото. Розовый глазик цвета, наверное, розового топаза. Вся усыпана фианитами. И это не клей, это инкрустация именно. То есть, вот эти крошечные фианины, каждая в еще более крошечных цапах. Смотрите, какой носик аккуратненький. Такой вот шаричком маленьким. И что ее подвело в эту тему? У нее есть жемчужинка в руках. Жемчужинка какая? Нет, не как тут. Вот как тут. Очень похоже, кстати. Вот так она выглядит сзади. Под все фианитики есть дырочки. Все хорошо. И замочек сердечка. Застегивается сверху, поэтому она не будет перевешивать. А будет располагаться на одежде как нужно. Очень-очень миленькое существо. Прелестная брошечка. По-моему, я показала все свои жемчужные обновки на этот момент. Но возможно, что у меня в скором времени появится что-то еще. И тогда я вам, конечно же, покажу в видео. Все ссылки, которые я найду, будут в инфобоксе. Обязательно переходите, складывайте в корзину и ждите хороших цен. А может быть, вы сразу попадете на хорошие цены. И, конечно, если вам что-то понравилось, то лучше брать как можно скорее. Потому что на Алиэкспресс так часто бывает. Какая-то модель продается, продается. А потом распродается и просто перестает выпускать. Так уже было. Например, вот с этой моделью. Я ее показала в видео и не смогла дать ссылку. И ее хотели люди, а оказывается, больше ее не выпускали на тот момент. Хотя очень миленькие сережки. Ну что, сюда я уже отвлеклась. Ладно, всем большое спасибо за внимание. Желаю вам удачных покупок и хорошего дня. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok